Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые слушатели лекции Центра Архе. Я сегодня дебютирую в качестве ректора в этом проекте. Спасибо вам большое за возможность встретиться с вами в онлайн-режиме. И тема нашей сегодняшней лекции, разговор обозначен у нас как «Искусство контакта, средневековая мистерия и современный театр», что, собственно, будет предметом нашего разговора. Но вот именно не ожидайте, что это будет лекция исключительно по средневековому театру. Больше меня волнует именно взаимосвязи. Я думаю, что о средневековом мистерии люди, я так понимаю, слушать лекции Центра культурного центра довольно образованно. Я не претендую на какое-то прям новое знание в плане мистерии. Наверное, я не являюсь исследователем средневековья. Но мне кажется, интересно проанализировать именно взаимосвязи ее с современным театром, с тем, что называется, там, авангардным театром, каким-то экспериментальным, каким-то таким непонятным, каким-то таким странным, и вдруг обнаружить связи с такими вполне традиционными формами европейского театра. Как мне кажется, эти связи не случайны, и они кое о чем заставляют задуматься, предлагают задуматься. И, в общем, на самом деле, те режиссеры, те художники, которые тоже такими авангардистами считаются сегодня, на самом деле, это не мои придумки, это не мои какие-то измышления. Я сегодня буду приводить какие-то их высказания, которые свидетельствуют, что, в общем, это их взаимосвязь с средневековой театральной традицией вполне осознанно. И мне вообще кажется, что сегодня, вот говоря об искусстве, ну, важно видеть... Ну, есть сейчас такое, на мой взгляд, опасное представление для меня, не знаю, как для вас, что то, что называется... Ну, есть такое традиционное, как бы, да, правильное, такое каноничное и неправильное, да. Так вот, если мы посмотрим на то, что сейчас часто подается категория неправильного, мы выясним, что, на самом деле, это имеет традиции и связи, и культурные контексты в истории европейской культуры. И как раз она гораздо богаче с точки зрения способов, форм взаимодействия, того самого контакта, о котором мы сегодня будем говорить, чем можно помыслить, чем можно помыслить, если, ну, вот так узко понимать традицию в очень таких рамках ограниченных. Ну, как мы понимаем, в театре, например, то, что сегодня считается классическим театром, да, вот такая сцена удалённая от нас, зрительный, в такой рамках у портала зеркало сцены заключённые, зрительный зал отделённый от неё, да, это где-то там 17 век, да, грубо говоря, если бы мы человеку, там, предыдущих многих-многих столетий театральному зрителю рассказали, что это классическое, например, расположение сцены, он бы сильно удивился. Как, например, то, что тоже для нас там сегодня, там, классическая история, что в театре гасится свет, да, когда начинается представление, и мы, зрители, мы не видим друг друга, да, а вот наше внимание целиком устроено на сцену, а зал выключается как бы из внимания. И то, если вы знаете, да, тоже свет в театре гасить стали вообще во второй половине 19 века. Первым это сделал, насколько мне известно, Вагнер, Рихард Вагнер, который как раз хотел такого погружения зрителей вот в музыкальное действие, если мы будем читать стихи того же Пушкина, например, да, и даже если мы посмотрим на конструкцию вот этого старинного классического даже театрального здания, в котором вот эти ложи боковые, да, которые, ну, причем такие зачастую самые элитарные ложи находятся, ну, из них, в общем, мне очень удобно смотреть спектакли, если честно. Они находятся фактически на сцене. Что касается, собственно, мастериального жанра, жанра средневекового театра, да, я напомню вкратце, что изначально в католической традиции западноевропейской традиции то, что театральные формы существуют, собственно, внутри церковной службы. Называются они литургическая драма, так они назывались с 9 по 12 век, это инценировки библейских эпизодов, которые разыгрываются непосредственно в церкви и входят в состав церковной службы. Соответственно, ее исполнитель не является профессиональный актер, а являются, собственно, монахи, священнослужители. И, ну, в восточной европейской традиции это, может быть, нам покажется странным, но в западной европейской традиции эти эпизоды, собственно, непосредственно, да, позволяют так же, как там икона, она позволяет средневековому, неграмотному, зачастую средневековому, да, зрителю эти ситуации, ситуации, ну, в первую очередь связаны с библейскими событиями, воспринять как непосредственно происходящие здесь сейчас, почувствовать собственной кожей, да, почувствовать, увидеть этих персонажей, вот, и ощутить непосредственно эти все библейские события, происходящие в храмовом пространстве. И остались свидетельства и о каких-то очень таких сложных спецэффектах, спецэффектах пиротехнических, которые используются, и свидетельство действительно вот таких, как бы, непосредственном восприятии веры очень большой, то, что это действительно вот просто библейские события, которые происходят непосредственно на глазах у человека. Конечно, это был до него аргументом, аргументом в вере, аргументом в удостоверении, как бы вот в истинности этих событий. И разыгрались они в симультанных так называемых декорациях. Вот на иллюстрации внизу есть рисунок этих декораций, симультанность в переводе, одновременность. Суть этой декорации состоит в том, что все действия, не меняется, да, место действия, там, лес, поле, дворец, а изначально все местодействия расположены перед нами, и не они сменяются на сцене, а персонажи переходят из одного в другое, как бы, да, и таким образом меняется место действия истории. Ну, собственно, симультанными, одновременно они называются, потому что, вы понимаете, они позволяют таким образом одновременно показать несколько действий. Действие может одновременно происходить и в одной части, и в другой, и одновременно может происходить больше одного действия, да, перед глазами зрителей, с одной стороны. А с другой стороны еще одна функция, которую они исполняют для такого средневековья, для которого важно разделение на положительные и отрицательные, как бы, смыслы, да, рай и ад, белое и черное, положительное и отрицательное, благодать и грех, да. Соответственно, эта декорация тоже является такой, своего рода, шкалой, как правило, вот если мы увидим, если вы видите справа, тут выражение такой адской пасти, оно классическое для средневекового театра, действительно такая сделанная, прям большая адская пасть, и, соответственно, здесь как бы негативный полюс, да, а слева, соответственно, позитивный полюс. Вот в данной симультанной декорации, ну, соответственно, одна к ватарю располагается, да, в пространстве храма будет базиликально располагаться, другая будет располагаться ближе, там, ко входу, и переход героя, как бы, по этой шкале декорации, он еще несет символически легко считываемое средневековым зрителям значение его, как бы, моральных пертурбаций, его изменений, он становится более, там, благо, ближе к благу, или он совершает грех, да, то есть это является такой шкалой его, понятного его внутреннего развития. Средневековому зрителю не надо ставить себе вопрос, как бы, вот сейчас это, ему лучше, он станет или хуже, хорошему поступку совершать или плохой. Сама пространственная организация дает ему, дает ему этот ответ. И постепенно, да, все-таки возникает вопрос некий, что это разыгрывается непосредственно в храмовом пространстве, и, в частности, связано это и вот с этим увеличением количества различных зрелищных эффектов, связано это и с таким, немножко, может быть, странным нам покажущимся формальным развитием, что внутри этого могут, начинают появляться, связываться вставки бытовых сцен, комических сцен, да, каких-то эпизодов из реальной городской средневековой жизни, комические сцены про горожан, какие-то такие фарсовые вставки, и они могут спокойно совершенно перемежаться, да, может библейская сцена соседствовать с фарсовой сценой, там, о ссоре, о сваре мужа и жены. И, как бы, таким образом, ну, мне кажется, да, что это грань вот между задачей, как бы, приближения этих событий, библейских, в частности, к жизни горожанина, он видит, что вообще это все перемешивается. Вот только что сцена из его жизни, и вот сцена из Библии, да, и они, соответственно, буквально плотно друг с другом соседствуют. Это еще ближе делают к нему эти события. Но, конечно, возникает некий вопрос о том, как это может быть в церкви, и это выносится на папер, это разыгрывается перед церковью, и тогда этот вот историкам театра называется полулитургическая драма. Ну, а следующий этап, это, собственно, можно следующий слайд переключить. Это тот этап и тот вид театрального представления, о котором мы сегодня, собственно, будем более всего говорить. Это позднее средневековье, 14-16 век, и жанр средневековой мистерии. Сценировка библейских эпизодов, но уже, который на полном праве разыгрывается, уже перемежается с бытовыми и комическими сценами, разыгрывается, организуется уже с иерскими властями, а не церковными, и разыгрывается непосредственно в пространстве города, а не в пространстве церкви. Это может происходить как на центральной площади, если эта площадь довольно велика по размеру, так это, если в городе такой возможности нет, то используются полоски пэджента. Полоски пэджента, вот видите, на иллюстрации внизу, это такая переезжающая по городу полоска, которая в верхней части полоски, собственно, сценическое пространство, а в нижней части полоски, там можно переодеться, там могут храниться декорации, какой-то реквизит, оттуда ее можно быстро взять. Она выполняет функции такой гримерки и, собственно, сцены. И смысл состоит в том, что намечается несколько точек в городе, 5, 6, 10, на которых собираются люди, и вот переезжает первая полоска на эту площадь, разыгрывает эпизод, едет на следующую, там, какой-то проулку, на следующую небольшую площадь, сюда приезжает вторая полоска. Дальше та поехала на третье место, вторая переехала на второе место, на первое место приехала третья полоска. И таким образом, находясь там в разных местах города, но люди, зрители могут посмотреть историю, да, вот из 10 эпизодов, они могут посмотреть, к ним будут приезжать следующие полосы со следующим эпизодом. Мне кажется, и для сегодняшнего дня довольно интересно звучит эта технология, эта форма. Ну, пэдженты это английское название, в первую очередь было использовано в Англии, но опять же по причине там пространственного, я так понимаю, ситуации как раз в городах, и соответственно, вот таким образом технически это организуется. Нарастают, как я уже сказал, бытовые комические сцены, нарастают различные спецэффекты и участвуют в этом уже не только монахи, не только церковные служители, а участвует в общем все городское население. Ну, мы об этом еще чуть-чуть час позднее поговорим. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, например, план, восстановленный план, тоже, если это разыгрывается не на пэджентах, а если это разыгрывается на центральной городской площади, да, план того, как организуется пространство. Мы видим, что оно тоже довольно четко структурировано с точки зрения положительного полюса и отрицательного полюса, и, как правило, на средневековой площади средневекового города есть две основных таких, как бы, силовые точки. Это храм, и это, соответственно, ратуша, городская мэрия, как мы сегодня сказали, администрация, управление, да, вот они находятся с двух сторон площади, и, соответственно, мы видим, что тоже, мне кажется, это из сегодняшнего дня вполне понятно, есть даже в этом некий юмор небольшой, что понятно, что с той стороны, где храм, туда прикреплены как бы небо, бог, ангелы, силы небесной, это восточная часть, как правило, а та сторона, где ратуша, там, понятно, ад, люцифер, черти, мучения, грешников, да, ну, понятная ситуация тоже для средневекового зрителя, почему у администрации, как бы, да, у ратуши, у городского управления, да, вот место для чертей, демонов и так далее. Это как-то связано с его жизнью, и, в общем, он тоже это легко и непосредственно считывает. Ну, посмотрите, что здесь и левая, и правая сторона, и, в общем, очень-очень-очень это все, очень-очень все закреплено. Следующий слайд, пожалуйста. Огромные планы сохранились, планы, вот, непосредственно, да, вычерченные, вы видите того, как это все организуется, как использовать все или иные, то или иное пространство, как использовать стильные спецэффекты, и, действительно, в этой «Мистерии» участвует фактически весь город, не какие-то специальные актеры, а, допустим, вот в нашем городе играется «Мистерия», «Мистерия» могла идти не один день, «Мистерии» могла идти там до 40 дней, на это время город закрывался, и весь город, мне кажется, это важно, весь город становился, ну, как бы, театральным пространством, весь город становился пространством представления, непосредственно, как бы, на границе, Вот это вот, да, вот не я прихожу в театральное здание, и вот это такое специальное место, и вот там гасится свет. Нет, вот пространство моей жизни, оно каждый год на какое-то количество дней, а может и не один раз в год, становится театральным пространством. Следующий слайд, пожалуйста. Вот восстановленный такой, как бы, да, календарь того, насколько это могло быть, да, по всему году рассеяно, и это, в общем, могло быть приличная часть года создаваться, занимать это могло. И, соответственно, вот цехам разным там раздается, там, да, средневековым ремесрским цехам раздается, как бы, эпизоды, да, и они понимают, что они там готовят, соответственно, какой-нибудь цех, там, каких-нибудь деревообрабочков готовят, ну, и в ковчег, и они должны его построить, они должны его сделать, это делать чести, и они должны, соответственно, роли эти разобрать, и, в принципе, как бы, они и играют, и готовятся к этому, да. И смотрите, получается, что каждый житель города на протяжении своей жизни является, во-первых, театральным зрителем. Вот мы сейчас, если спросим, какой процент аудитории, даже в большом столичном городе, является театральными зрителями. Ну, там, даже в больших мегаполисах это, там, говорят, 3%, да, ну, 5, может быть, ну, совсем небольшое количество, да, до 10% не доходит уж точно. И когда говорят, а вот вроде такое вот темное средневековье, да, в сравнении с нашим просвещенным таким, да, веком, каждый житель средневекового города на протяжении всей своей жизни является театральным зрителем и является актером, является, проходит опыт, да, представление актерства в мистерии. Это даже вот сегодня скажешь, кажется, насколько это потрясающе, на мой взгляд, и вдохновляюще, и впечатляюще звучит, да, а это реальность средневекового, позднесредневекового города. Там, да, он в юности играет такого-нибудь пастушка, там, да, соответственно, там, потом он там доходит, да, там, больших ролей, да, да, может, там, старцев, пророков играть и так далее. И он этот опыт получает, опять же, он непосредственно своей кожей, непосредственно, вот сегодня говорится об опытах социального театра, там, ну, мы поговорим сегодня об опытах театра, там, вот, как бы взаимодействия театра реальной жизни. И говорит, вот, поборники классического театра говорят о том, что это что-то все странное, это что-то все такое, как бы, от лукавого, это что-то все такой эксперимент. Но вот посмотрим на мистериальный театр, и мы увидим эту модель, когда, как бы, каждый является зрителем и актером, пространство его жизни является пространством театра, и каждый этот опыт на своей коже получает, да, в течение своей жизни. Ну, там есть свидетельства о том, что, например, там, роли, там, чертей никто не хотел играть, никто не хотел играть отрицательные, там, роли главных грешников, там, и так далее. И эти роли отдавались, это такая красивая, мне кажется, тоже с юмором версия, как появились платные артисты, да, то есть платили, вот, тем, за эти роли начали платить, да, платить за то, чтобы ты исполнил вот эти негативные роли грешников. И первые профессиональные актеры средневековья, оплачиваемые, получающие за это деньги, ну, не профессиональные, но получающие деньги за это, это именно актеры на таких вот ролях, которые, в общем, играть, играть особенно никто не хотел. И, действительно, вы видите, вот даже вот это, как бы, сам этот город, он называется Корпус Кристи, как бы это мое тело Христово, например, да, и этот город, он, в общем, он воспринимается, вот, как это, с одной стороны, пространство моей жизни, а с другой стороны, это пространство библейских событий, пространство, весь город является пространством-пространством театра. Это совершенно, вот, если себе представить, на мой взгляд, очень сильно звучит. Ну, следующий слайд, пожалуйста, тем не менее, к XVI веку все-таки мистерии оказываются под запретом, как, ну, считается, там одна из причин, как раз причины этого связаны с, ну, вот, все-таки вольностями такими, мне кажется, что это слишком, как бы, да, часто все эти разрастающие бытовые сцены, или, например, там даже какие-то бега могли спортивные проводить. Но это, как бы, срез жизни, срез жизни средневекового горожана, вот, сверху донизу, самых таких мистических и каких-то высоких вещей до самых, вот, смешных, страшных бытовых самых-самых разных. Да, и постепенно там она к XVI веку сходит на нет места и, оказывается, под запретом даже. И вот, ну, от нее остается вот как раз вот эта комическая сцена, она выделяется в отдельный жанр театрального представления, который так и называется фарс. Фарс — это, собственно, фарш, да, в пирожке. Фарш — это начинка, вот, начинка мистерии. Эти комические сцены, они возникают, они становятся отдельным театральным жанром, жанром фарса, и он до сегодняшнего дня, как комический жанр, совершенно замечательно просуществовал. Но следующий слайд, пожалуйста. Моя тема несколько другая все-таки, да. Следующий слайд, да, если можно. Мы... Вот это изображение Питера Брейгеля, да, художника как раз Северного Возрождения, но художник как раз-то и сам второй половин XVI века. И вот, мне кажется, интересно, потому что как раз, посмотрев на изображение Питера Брейгеля, можно увидеть вот как бы, да, вот эту систему зрения, вот эту систему восприятия, вот этого самого позднего средневекового человека, который на протяжении всей жизни является театральным зрителем, театральным актером и, собственно, существующим в пространстве, который как бы и жизнь его и в то же время останется театром. Вот его «Битва масленицы и поста», где мы, собственно, видим эту городскую площадь, где, собственно, происходит вот эти вот самые разные наборы вот этих мистериальных как бы сцен, и комических, и библейских, и они, в общем, все замешаны друг с другом. Следующий слайд и сразу еще через один слайд, прям два слайда мы пересчелкнем, да. Ну, это просто центральная часть этой работы, я не буду подробно останавливаться, да. И если представить себе, что эти, собственно, картины Брейгеля, которые являются уже, ну, как считается, картинами, такими его фантазиями, вымыслами, какими-то авторскими сочинениями можно такое прочесть. Но вот если посмотреть из, допустим, «Безумная игра», это вот как-то апокалиптическое такое видение, вот уже связанное с такими событиями, да, очень пугающими. Но если мы посмотрим, например, в левую часть этой работы, вот вы увидите ту самую адскую пасть, прямо очень буквально, которую я вам показывал на одном из предыдущих слайдах, когда я показывал симультанные декорации. Мы видим, что, собственно, вот прям прямое свидетельство, что это не такая прям вот авторская, ну, мне кажется, не совсем авторская фантазия, а это как раз мир, представление, как какие-то события далекие от нас могут смешиваться с пространством реальной жизни. Потому что мы видим, что Брейгель совершенно спокойно смешивает реалии горожан и реалии вот таких как мистических, да, небытовых событий. И это, быть может, мне кажется, совершенно не какой-то вымысел, а это действительно мировосприятие, системы мировосприятия средневекового зрителя, мистериального зрителя, человека позднего средневековья. Следующий слайд, на нем, собственно, это адская пасть, ну, вот о которой я говорил еще раз, напоминаю просто, как она выглядит, да, чтобы вы удостоверились, что очень похоже. И сразу следующий слайд, на котором еще одна картина, тоже очень известная Брейгельская картина «Триумф смерти», где тоже вот мы с вами видим такое очень масштабное, да, в данном случае нападение вот этих воинов-смерти, видишь, скелетов на горожан, да. И тоже, с одной стороны, фантазия Брейгельская, с другой стороны, мне кажется, вот это мировосприятие, миропонимание человека-мистерии, человека, который так живет, что является его жизненным пространством. Следующий слайд. Вот, например, одна из картин, да, я специально не выбил ее название, но это как бы у нас с вами диалоговая сейчас форма, поэтому я как бы просто вам произнесу вопрос, так скажем, вы можете сами подумать, пока я говорю, что за событие здесь происходит, что здесь за центральное событие, да, еще как оно называется, что здесь происходит. Ну и вот можно долго глядываться, глядываться в совершенно современных Брейгельных персонажей, которые его современники, мы видим это по костюму, видим это по одежде, мы видим мельницу, да, в центральной части, вот чуть-чуть левее центра, мы видим совершенно то же, мы видим пейзаж, совершенно северно-возрожденческий голландский пейзаж, мы видим всех этих людей, которые вот собираются направо, вверх, вы видите, как бы там такой круг людей, они собираются, и что же они собираются, что за событие, ну вот если приглядеться, не знаю, кто заметил, кто-то нет, кто-то знает, конечно, вот если мы прямо диагонали мысленно проведем на этой картине, то мы видим, что в центре, собственно, Христос, несущий крест, и эта картина, вот она прямо, если вы смотрите прямо в центр, он специально не бросает это в глаза, но мы видим Христа, несущего креста, и опять же, то есть можно сказать, что это авторское послание Брейгеля, как бы его такое, как бы, да, о том, что вот мы как бы, он смешивает эти события библейские с современными его событиями, а можно, мне кажется, увидеть, что это фактически документальное изображение, мне так кажется, мистериального представления Средневекой, вот мы непосредственно видим, как, собственно, в Средневековом мистериальном городе это происходило, и как эта граница между театром и жизнью, в отличие от такого нашего представления, это 500 лет назад, да, эта граница между театром и жизнью была гораздо более подвижной, гораздо более такой тонкой и проходимой, да, чем, как мы считаем, в традиционном театре, да, пожалуйста, это вполне традиционная для европейской жизни форма. Следующий слайд, и в этом же смысле, мне кажется, можно рассматривать картину о поклонении волхов в снегопад, потому что, опять же, да, если мы себе представим, можно сказать, как о фантазии такую Брегли, что библейские события вот переносят, да, но если мы поймем поклонение волхов, вот когда это, в январе, да, если мы себе представим голландский, фламандский, как бы, ну и наш, собственно, январский климат, мы поймем, что, опять же, с точки зрения, это вполне может быть документальным изображением мистериальной сцены, действительно поклонение волхов для мистериального зрителя происходит на улице его города, когда идет снег, да, оно происходит, это совершенно может быть представлено и воспринято как документ, свидетельщик о том, как эти библейские события воспринимает вот человек эпохи позднего средневеков, не в рамке, да, отстраненного от себя, а просачивающегося и соединяющегося с пространством его реальной жизни. Вот, мне кажется, это очень важный механизм и очень такой древний механизм, если смотреться у него, европейского восприятия театра и искусства. Кстати, если говорить, да, вот об этой мистериальной форме, мистерия, вроде бы, такой мертвый жанр, и в течение уже 500 лет после ее запрета ее не существует на 99,9%, потому что, может быть, кто-то знает, но кто не знает, вот мне бы хотелось рассказать об этом, что есть, следующий слайд, пожалуйста, есть один город в Европе, это австрийский город Оберамергау, где до сегодняшнего дня раз в 10 лет разыгрывается мистерия, и пространство города становится пространством мистериального представления, посвященным, собственно, страстям Христовым. И те люди, которых вы видите здесь, это не голливудские актеры, это не оперные певцы, это, собственно, непосредственно горожане, реальные горожане этого города, которые там увольняются с работы, если не подходит график под репетиции мистерии, которые отращивают бороды, если этого требует их роль, и которые раз в 10 лет играют в мистерии. История такова, что в 17 веке, если не ошибаюсь, на город наступала чума, вот мне кажется, сегодня это особенно актуально в нашем 2020 году, и чтобы спастись от чумы, как бы в обещании Богу, жители обещали, что если город будет спасется от чумы, то раз в 10 лет они будут представлять, разыгрывать мистерию. И вот прошло уже несколько сотен лет, и до сегодняшнего дня, вот это такой уникальный случай, в австрийском городе Обер-Амерга, вот можно несколько слайдов пролистнуть вперед, тут вот на 3-4 слайдах, следующих, ну можно так их полистать, на 3-х следующих слайдах изображение как раз, да, ну вот до этого, дальше не надо, до этого мы видим, как, собственно, это представляется и сейчас в Обер-Амерга, это уникальная, мне кажется, история, что это архивный такой, ископаемый жанр, несуществующий, на самом деле, без перерыва, это не реконструкция, да, сегодня, 400 лет спустя, это такая сохранившаяся, это традиция вот на протяжении нескольких столетий, там первое видео, давайте мы посмотрим, это, собственно, небольшой такой трейлер о том, как это происходит, рекламный такой трейлер, где показаны, собственно, вот за 20-й век, можно включать уже разницу, и на съемке, вот фрагменты, как это происходит. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот это ролик, я его несколько лет назад скачивал, в этом ролике вот так оптимистически, последний слайд, что в 2020 году состоят следующие мистерии, вот я, честно говоря, не проверял по интернету, состоялось, когда в этом году по всем понятным причинам, вот не знаю, держали они свое обещание у жителей Убера-Амергавы или нет, даже вот интересно мне стало сейчас, когда я вам рассказываю, пока не было возможности проверить, но все-таки мой сегодняшний разговор, он не о, это не только и не столько вот о сохранении, собственно, этой традиции в таком как бы первозданном виде, а о том, как это взаимосвязано с практиками современного авангардного экспериментального театра. И вот мне хотелось такие примеры показать и прокомментировать несколько примеров. Ну, вот, например, можно запустить уже следующее видео, оно все равно у нас будет без звука, и я как раз под него буду, собственно, говорить. это видео самого такого одного из там входящих, наверное, в топ таких режиссеров сегодняшних европейских и мировых режиссеров, это Роберт Уилсон, Вок Уилсон. Автор, такой один из первых, первопроходцев того, что называется театр художника, театр, который сейчас очень распространен, театр, в котором ставка сделана именно на визуальные эффекты. Там звучит очень красивая музыка Арва Пярта в оригинале, но мы, к сожалению, по причинам правообладания не можем вам включить замечательную музыку из тонского композитора Арва Пярта в трансляцию, но вы можете найти этот ролик, посмотреть, потому что, конечно, она там тоже является важной составляющей. И это, заметьте, называется Эдам Спешем, да, это прямо и по сюжету связано непосредственно вот это представление Вылсона связано непосредственно с библейскими событиями. Опять же, в данном случае Адам является героем, первый человек, Адам является героем этого представления от его возникновения. Если вы видите, мне кажется, по этим кадрам можно увидеть, что это театр художника, да, эта история в первую очередь именно визуальная, эта история связана с таким, ну, Вылсона называет, что это фактически такие ожившие картины, как бы, да, такая визуальная, очень визуально выстроенная композиционно-цветово-цветовой история. И это нас тоже связывает не только с самым сюжетом, Адам, а вот это вот, как говоря о мистерии, да, я говорил о том, что именно эффекты, именно эффекты пиротехнические, декорационные, они были очень важны, важны мистериальному зрителю для того, чтобы вот непосредственно прочувствовать, прочувствовать эти события. И дальше, вот вы видите, тоже Уилсона, так же, как и в мистерии, вот появляется как раз персонаж, сейчас он будет крупнее, вот на первом плане, видите, современный совершенно мальчик, как бы, да, и они будут пересказать весь сюжет, он довольно сложный, Уилсона, но это не только, и не столько история тоже об Адаме, это его авторского сочинения, история, которая смешивает, так же, как и мистерия, смешивает события средневековые, события библейские, и события, ну, как бы, современные зрителю, да, и, собственно, сюжет строит на этом взаимодействии, на взаимодействии, на взаимодействии этих ребён, и на этом столкновении, как бы, и его, и на этой взаимосвязи его и выстраивает. Ну, это так вот, если совсем коротко об этом говорить, действительно, Боб Уилсон, ну, невероятно востребованный, на мой взгляд, один из ведущих художников в театре, но если вы видите, вот принципы, которые мы им пользуемся в этой работе, вполне сопоставимы с теми принципами, ну, с теми основными, как бы, принципами построения, на мой взгляд, мистериального представления, о котором мы говорили. Но мы прервёмся сейчас с этим видео, перейдём на слайд обратно в презентацию, и на следующий слайд как раз перещелкнем. Ещё один автор, тоже один из ведущих европейских режиссёров современности, это итальянский режиссёр Ромео Костелуччи, который по образованию художник, и его тоже, в общем, называют таким визуальным режиссёром. И его одна из основных, да, для москвичей, я так делаю всегда отсылки, что это не какие-то далёкие от нас имена, а Боб Уилсон, это режиссёр спектакля «Сказки Пушкина» в Театре нации, репертуарный спектакль, который же можно увидеть, с Евгением Мироном и с другими замечательными артистами, увидеть вот это вживую, потому что театр, конечно, я показываю ролики, но, конечно, надо смотреть вживую. А Ромео Костелуччи, его спектакль «Человеческий использование человеческих существ» идёт на сцене электротеатра «Станиславский», и вот буквально 5, 6, 7 ноября будет показывать, он идёт раз в полгода где-то. Я вот, например, пойду в ноябре, это, ну, можно считать за рекламу, но я театр всегда рекламировал, и я считаю, что, допустим, Костелуччи, я вот пойду ещё раз смотреть, хотя я уже видел, потому что мне это кажется важным опытом для себя. Так вот, спектакль, о котором я веду речь, это спектакль «Инферно», спектакль «Ад» по божественной поэме Данте, да, по части «Ад», которую он ставил на Авеньонском театральном фестивале. Давайте мы включим видео, такой ролик этого спектакля, и, собственно, под этот ролик я буду немножко комментировать Ромео Костелуччи. В этом ролике происходит. Ну, может быть, можно, если там есть, по-моему, чуть тише звук у видео, чтобы меня там слышно было, да, ну, не убираю его, просто чтобы там у зрителей нормально, я надеюсь, это всё совпадает, не режет ухо у наших слушателей. Вот он начинает с того, что всё это происходит в реальной декорации, не в декорации, в реальном авеньонском, зале авеньонского дворца, да, и начинается с того, что выходит, собственно, сам Ромео Костелуччи, представляете, Ромео Костелуччи, и вот эти собаки на него нападают, такое непосредственное физическое, физиологическое, вот это для Средневековья важно, да, вот это тоже для мистериального зрителя, что это, вот это такое непосредственное, прямо с кровью, с телом, непосредственные физиологические вещи, они с первой секунды задаются. В случае очень хорошо знает историю искусства, это сто процентов. Дальше, там на протяжении очень большого количества времени мы видим этого карабкающегося по стене вот этого человека, там чуть ли не 20-30 минут тут идет, это довольно длинное представление, это Ромео Костелуччи, и он карабкается по стенам этого Аминьонского дворца вот в реальном времени. А дальше участниками этого спектакля являются действительно горожане, это вот не актеры, это горожане Аминьона, которые там он с ними месяц-полтора репетировал, и, собственно, это путешествие по Крагамаду, вот видите, оно начинается с маленькими семьями детей, если вы помните в структуре Ганта, самое начало ада, это лимб, в котором находятся нерожденные младенцы, вот метафорически это как бы дети, образно это дети, вот эти жители Аминьона, и дальше путешествие по этому аду, который там, наверное, с точки зрения Костелуччи, опять же, хотелось, чтобы это была не какая-то там вымышленная, фантастическая там история, а это как-то не соотнеслись с нами, с нашей собственной жизнью, с тем, как я его понимаю, с тем, как мы живем, да, и, собственно, история этого путешествия по аду является историей вот путешествия по жизни горожан этого Аминьона. Там очень эффект, внимание, как раз, я вспоминаю, кто был на этом спектакле, я не был, к сожалению, разумеется, когда вот так весь зал накрывается белой тканью, и вы как бы сквозь эту белую ткань, вот мы камерой видим, что мы здесь видим сквозь эту белую ткань. Такая простая, казалось бы, штука, но удивительность даже маститые театральные критики на это как в таком совершенно невероятном сильном в этом пространстве ощущении, да, и, опять же, вот эта стезиологичность, вот это такая очень непосредственный контакт в отличие от мастической театральной площадки, мистерик, который подразумевает непосредственный контакт вот зрителя с реальностью происходящего, да, вот реально горящий рояль на сцене, но это там в планоплощадке я не буду пересказывать весь сюжет, этот сюжет там он доходит и до Мэнди Ворхола и до сегодняшнего дня и Костолуч как бы тоже связывает с их невековье и сегодняшний день и нашу жизнь и ее сопоставляет так или иначе там вот тоже с кругами ада такое его рассуждение, конечно, рассчитанное на такого довольно продвинутого, наверное, театрального зрителя, там, имеющего контексты культурологические, которые он может связать, но мне бы хотелось обратите внимание, что это непосредственно, да, посмотрите, непосредственно просто Костолучи, который кажется вот главным просто авангардистом сегодня, если почитать, вот Костолучи, а театр ли то, что делает Костолучи, а Костолучи это художник и вообще можно ли назвать это режиссурой, ну, у нас там в России можно почитать, но если вы видите, это просто, ну, с точки зрения формы, с точки зрения того, того, что это не, вот, сказать, как так вот это смерть, как она тоже так, на мой взгляд, очень просто, очень лаконично и в то же время очень эффектно решается Ромео Костолучи, да, в его спектакле, но с точки зрения самых разных принципов и выбора места действия, и, соответственно, его, кто является персонажем, и с точки зрения визуальной составляющей, ну, просто если перечислять вот эти авангарды, элементы Ромео Костолучи, мы увидим, что совершенно это все идеально накладно и смесь разных времен, да, мы увидим, что это все совершенно такое конкретное, вполне традиционное для средневекового мастериального театра способы организации театрального представления. Ну, вернемся обратно в презентацию, тем более, что ролик, собственно, на этом и закончился, по-моему. Хотя, на мой взгляд, следы этого можно найти не только, вот мы сейчас посмотрели два представления, можно тоже мне сказать, ну, это оба непосредственно связаны один с Адом из Божественной комедии, другой с Историей Адама, ну, то есть с непосредственными, собственно, сюжетами библейскими, там, связанными с средневековыми, ну, поэтому используется, понятно. Нет, не только это связано, не только с библейскими сюжетами. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, например, принцип симультанной декорации, я вам напомню, и следующий слайд сразу, и это, ну, я один только пример показывал, хотя используется это очень часто, это декорация, в данном случае, вот этот кадр, это декорация спектакля «Воцек» режиссера Дмитрия Чернякова в Большом театре, где мы видим срез многоквартирного дома и видим симультанное действие, собственно, непосредственно видим симультанную декорацию, да, которая, может сказать, как это вот тоже там нетрадиционно, авангардно, ну, это очень традиционно, это очень, на самом деле, имеет корни в европейской культуре, да, вот в данном случае, опять же, в Средневековой мистеральной культуре, и, в общем, мне кажется, понятно, да, почему сегодня, допустим, театральный режиссер Дмитрий Черняков, и не только он, активно использует, да, потому что, ну, действительно, мы сегодня живем, если задумываться о симультанном мире, мы живем в мире, потому что, ну, театр, это же не просто как вообще искусство, мне кажется, это не просто ради там, как бы, а, ну-ка, что-нибудь придумаем, искусство, это удивим чем-то, да, а это все-таки способ познания мира и себя, способ, как бы, как бы, жизнь меняется, восприятие меняется, процесс происходит, искусство, оно как-то нам помогает осмыслять происходящее, и понятно, что сегодняшняя жизнь, она невероятно симультанна, да, сейчас вот вы смотрите с ними на экран, да, в это же время, может быть, кто-то еще смотрит смартфоны, кого я не очень увлекаю, да, еще какая-то жизнь происходит здесь, еще действительно происходит, ну, как бы, мы вообще существуем все время больше, чем в одном процессе, мы вообще с каждым годом все больше, нам даже сложно, ну, вы знаете, там, детям, например, вообще сложно сконцентрироваться, действительно, на одном процессе, потому что ситуация, мы сейчас, мы сейчас, у нас весь мир, весь наш шарик глобальный, благодаря интернету, стал такой большой, симультанной, одновременной площадкой, мы сразу, как бы, в десятках, сотнях, симультанностей, можем существовать информационно, и понятно, что, ну, это система восприятия сегодняшнего дня, современный режиссер Тимофей Кулябин, ставит тоже спектакли, где там он непосредственно, как бы, вот у него играет, и Ипсона пьесу, и он выводит над ней, как бы, ну, современность переносит, и у него каждый герой, вот, со смартфоном, и он выводит над экраном, над сценой, как бы, экраны смартфонов, экраны того, что люди пишут друг другу, и там получается такой, некий диск, разница между тем, что они говорят, и что они пишут, да, он текст пьесы там подразделяет на эти части, и вообще, мне кажется, что вот эти связи позднесредневекового, в этом смысле, связи позднесредневекового театра, мистериального сегодняшним днем, они не случайно, если задуманы о тех процессах, с которыми сталкивается человек в своей жизни, да, мы сегодня говорим о такой, невероятно, вот этой, вдруг таком глобализированном мире, да, и понятно, что после, там, во время великих графических открытий, вот этот мир тоже вдруг расширяется, да, если мы говорим, он вдруг тоже оказывается масштабнее гораздо, чем казалось до этого, да, мы можем говорить о, например, распространенной информации, сегодня интернет, тогда вы поменяете книгопечатание, тоже другой совершенно, по скорости, по передаче информации, другой источник, можем говорить, там, о процессах, там, я не знаю, конфликтов религиозных, светских, там, реформации, если мы вспомним, и так далее, то есть, на самом деле, вот эти процессы, процессы, другого мироустройства и другого как бы способа бытования информации, в связи с этим действительно другой системы восприятия, и зрителя, которому вот нужно для того, чтобы попасть в него, для того, чтобы расширить его как бы опыт, для того, чтобы его держать внимание, для того, чтобы, да, с ним говорить на вот том, чем он находится. Мне, например, кажется, что эти связи, они вот очень даже не случайны, это наша сегодняшняя эпоха, с поздним Средневековым действительно есть рифмы, и не случайно именно сегодня, вот мой такой тезис, не случайно именно в начале 21 века начинают быть востребованы те вещи, которые были востребованы поздним Средневековым. Мне кажется, это связано с теми процессами, которые происходят в мире, мне кажется, это связано с теми процессами, которые происходят в человеке, в его сознании, в его восприятии. Ну, немножко еще примеров, Следующий слайд – это те самые повозки пэджента, о которых мы говорили, и тоже вот такие спектакли-маршруты, спектакли-перемещения, которые тоже… Следующий слайд – которые сегодня являются… Тоже кто-то считает, что это такой прямо ноу-хау. Потом вот, например, спектакль «Доколог на Сретенке». Это спектакль, идущий в театре Маяковского, идущий и сейчас, режиссера молодого Никиты Кобелева. Опять же, для московских зрителей это идет на сцене «На Сретенке» и будет, если я не ошибаюсь, 29 октября ближайший показ или 24 октября. По-моему, 29 октября. Можете проверить. И мне кажется, это тоже совершенно замечательная работа, которую обязательно надо смотреть. Это спектакль, следующий слайд – путешествие по пространству театра Маяковского. Мы ходим по его фойе, сценам, гримерным коридорам, следующий слайд – лестницам. И одновременно это путешествие по этому району, где находится театр Маяковского. Это Сретенка. И актеры, режиссеры, драматург Саша Денисова, которые работали этим спектаклем, они сделали что? Ну, похожую операцию делал Кшиштоф Кислевский, кинорежиссер за 30 лет до них. Они, в общем, берут его идею, но они реализуют ее в театре. Они берут 10 заповедей, в чем называется Деколог. Эти 10 заповедей ходят реально по городу, по району, просто ходят в живую району по Сретенке и собирают актеры, драматург, режиссеры, собирают истории живых людей, которые живут в этом районе, которые так или иначе могут стать не с этими 10 заповедями и посмотреть, работают или не работают эти 10 заповедей в современном нашем мире в начале 21 века. Можно включить видеоролик с презентацией этого, с видеофрагментами этого спектакля, Деколог на Сретенке. Там вот следующее видео должно быть. Театр Маяковска. Вот эти заповеди непосредственно на постере. И мы путешествуем, мы оказываемся в разных пространствах зданий театра и находимся, и оказываемся, собственно, в этих реальных историях, связанных с этим районом Москвы. И мне кажется, это очень интересный опыт. Опять же, видите, то, чем занималась Мистерия, брала библейские события и как-то сопоставляла их с современной жизнью. Вот, пожалуйста, этим ровно занимается Никита Коберев в своем спектакле. Там есть какие-то очень сильные эпизоды, заставляющие задуматься. Например, эпизод встречи двух людей, один в кафе, один другому назначил встречу, и один другому показывает документы на... А заканчивается страшным судом, да. А документы, свидетельствующие о том, что дед одного из них расстрелял деда другого из них. И это оказывается, тот ему говорит, зачем мне это принесли, 80 лет прошло, зачем мне это знать, что вы что, хотите денег с меня или хотите еще чего-то? Он говорит, да нет, я просто хочу, мне кажется, просто вот он, этот момент. Он говорит, да просто, мне кажется, я хочу, мне кажется, просто, ну, нужно просто, чтобы вы знали. Я не хочу ни денег с вас, ничего. Мне просто кажется, это нужно, ну, знать, как бы, да, кто у нас был, как бы, что там, ну, историю свою надо знать вообще, да. Вот тоже кусочек из этой сцены. Это какое-то очень сильное такое высказание, мне кажется, очень актуальное сегодня. Вот они, эти два молодых человека как раз спорят друг с другом. Меня лично очень сильное впечатление произвел эпизод этого спектакля, когда я, когда был сам зрителем вот этого эпизодика, вот это бабушка и внучка, я сейчас расскажу, что тут к чему, с нами весь спектакль ходила очень пожилая женщина. Прямо вот старенькая, с палочкой, и она... Я думаю, кто ей купил билет на этот спектакль? Ну, кто ей к родственникам в театре не объяснили? Ну, бедная женщина, она как бы с таким трудом ходит еле-еле. Зачем же ей продали билет не объяснили? А это идет очень долго, 3,5 часа, в общем, я как-то очень за нее переживал. И вот доходим мы до этого эпизода, уже к третьему часу, где эти бабушка с внучкой. И там сюжет такой, что внучка у бабушки отжимает квартиру на срейсинге. Она говорит, бабушка, ты там переедешь на юго-западный, там лучше, деревья, воздух свежий, а ты мне эту квартиру отдашь. И бабушка как бы, да, не очень хочет, и она пытается как-то сопротивляться слабо. Ну, понимает, что внучка с ее добьется, но бабушка, как определенный момент, там доказательства, она достает туфли, такие вот старые, из шкафа, достает и сказал, говорит, как же я уеду отсюда? Вот эти туфли, я в них здесь на первое свидание ходил, там 60 лет назад. И когда закончился этот эпизод, эта бабулька, которая с нами ходила, она из кресла своего, а там сзади сидела, она такой голос подает зрительнице, она говорит, а туфли-то ведь были не такие, туфли-то ведь были у меня лаковые, с бантиками. И актеры разворачиваются, вот эти актрисы, и говорят, да, вот это та вот Инна Петровна, я не помню сейчас имя, но это не важно, чью историю мы рассказывали. Это сейчас была ее история. Ее историю мы сейчас представляли. И если я вам честно скажу, у меня одно из самых, я много был в театре за свою жизнь, там в силу своих занятий профессиональных, одно из самых сильных за мою жизнь театральных ощущений, это вот этот момент, эта секунда, когда действительно вдруг сомкнулась, что вот эта самая Инна Петровна, и вот это сейчас была ее история про ее эти туфли, и это ее жизнь как бы сейчас была, и она сама сейчас свидетель этого момента, вот она непосредственно здесь, я понял, зачем она здесь находится, и у меня, ну просто у меня вот был сильнейший просто эффект, вот вдруг это так все связалось, и эта граница, эта грань между театром и жизнью, она оказалась такой проходимой, и ты вдруг непосредственно прям почувствовал эту грань, ну вот для... И это же, вы понимаете, это непосредственная операция средневекового мистериального театра, вот я ее почувствовал лично, в личном области, как одно из сильнейших своих жизненных театральных впечатлений, и я думаю, это для меня это какая-то важная история. Вернемся обратно в презентацию, и на следующий слайд переключим, мы сейчас поговорим о еще более, казалось бы, радикальных опытах, о нескольких даже опытах такой немецкой театральной компании, которая называется «Риме не протокол». Это ребята, которые в 2002 году окончили в Германии такой факультет, что так назовем, называется «Прикладного театроведения». Их там трое, два мужчина и женщина, которые по специальности являются как бы театроведами, но которые вот прикладные в том смысле, что они реально делают спектакли, сами стали делать. Вернее, не совсем спектакли. Как-то сложно однозначно называть то, что они делают, театры, но это нельзя назвать никак по-другому. Это не живопись, не кино, не литература. Если считать это искусством, то это театр. И вот мы посмотрели, что же они делают, и как, опять же, на мой взгляд, это очень связано со средневековыми мистериальными традициями. Вот, собственно, один из самых известных спектаклей, который называется «Ремоут». Ну, надо тут как бы сделать ссылку на то, как, собственно, происходят спектакли. И спектакли — это такая, ну, как бы, как я не знаю, на Зике Бизнеса это называлось бы франшиза. Вот спектакль «Ремоут», после него стоит «Х», потому что «Ремоут» — это может быть «Ремоут Париж», «Ремоут Амстердам», «Ремоут Москва», «Ремоут Петербург», «Ремоут Нью-Йорк», «Ремоут Лиссабон». И они все эти спектакли есть, которые я называю. Это такая форма, которая переносится в любой город мира. Она так сделана. Суть этой истории в том, что вот здесь, как и в «Мистерии», пространством является реальный непосредственно город. Пятидесяти людям, пришедшим на спектакль, выдаются наушники, и голос автоматический ведет их по городу. Это такое путешествие по городу длиной там в полтора часа. Оно имеет некие... Но это не экскурсия. Это не экскурсия по достопримечательности. Это именно театральное представление. Можно так сказать. То есть мы идем, мы действительно спускаемся в метро, мы едем там в общественном транспорте, мы переходим дорогу. Там возникает очень интересная ситуация. Вот, например, там уж пятидесяти людям дается как бы... Это, на мой взгляд, этот спектакль о... Ну, действительно, как бы о том, что такое человек в мегаполисе, что такое толпаж, такое индивидуальность, что такое наше взаимодействие, в том числе с искусственным, этим интеллектом, который нам дает команда и за нас как бы пространять маршрут, и он уже знает, через сколько секунд нам перейти дорогу на красный свет. Он знает, как бы он предугадывает наше поведение. Мы сегодня там с этими Алисами и так далее. Вот. Ну, то есть, например, вот мы там, я сам был участником, мы впускаемся в переход на Савеловской, да, и нам вдруг пятидесяти людям предлагают остановиться и посмотреть вот на жизнь эту переход. А там торгуют с сотними телефонами, торгуют, что такое там происходит. И вот я прямо ощутил этот эффект, вы знаете, от того, что 50 человек встали и стали смотреть. Вот просто смотреть. Ведь театр — это от глагола «смотреть», да, но если в Греции смотреть, что такое театрон? Театр вообще... Это не... Что театр? Перевод слова «театр». Кто-то говорит, ну, это играть, представлять, ничего подобного. Театр от глагола «смотреть». Да, это вот... Спасибо Борису Павловичу, театральному критику и режиссеру, который в своих лекциях обращает на это внимание. Я благодарю ему вот за эту возможность воспользоваться его наблюдением. Да, театр от глагола «смотреть». И действительно ситуация «смотрения», как Борис говорит, она табуирована в нашей жизни немножко. Если мы сейчас вот начнем пристально в метро все смотреть, на нас здесь человек будет смотреть в автобусе, мы себя в маршруте, мы неудобно себя почувствуем. Она такая как бы табуирована. А в театре ведь одни именно смотрят на других. И ситуация «смотрения» одних на других и разрешение на себя смотреть является таким базовой театральной ситуацией. Ну так вот. И вот мы 50 человек в этом переходе на Савеловской вставали и смотрели. И я вот... Это очень интересное ощущение, как реальная жизнь, вот те люди, которые телефонные продают, сотуют, они действительно становились... становились... Они чувствую себя не смотрели. Эта жизнь тут же становилась театром немножко. Она прямо становилась... Ну, как бы... Она другое измерение получала. Это физически просто происходило. Вот эта жизнь оказывалась как бы не совсем просто жизнью. Она получала это театральное измерение, измерение наблюдения, смотрения извне. Да, 50 человек. Ну или там есть такие... Такие флешмобовские вещи. 50 людям говорят сейчас всем там повернуться и спиной побежать к всем вместе. И вдруг в городе оказывается такая группа, которая живет по каким-то правилам. Это тоже как-то очень обращает на себя внимание. Давайте мы посмотрим небольшой трейлер, как это происходило в Петербурге на проекте «Ремонт Петербург». Я его прокомментирую. Вот это «Ремонт Петербург». БДТ Минтовсконогова. Первый театр в России, который это сделал. И вот эти самые 50 научников. Вот это самое городское пространство, которым у нас ведет голос. Добро пожаловать в «Ремонт Петербург». Закройте глаза и представьте меня. Меня зовут Милена. Мой голос кажется странным. Я не человек. Прошу прощения. Я постараюсь быть вашим другом. Идите вперед по длинной дороге. Пошли. 50 людей, слушающих один и тот же голос. Остановитесь. Ваше доверие ко мне весьма удивительно. Сложите руки в форме бинокля перед вашими глазами. Изучите окрестности. Я среди вас. Но меня нет рядом. Позвольте сделать вам сюрприз. Сейчас я преображусь. Начните идти спиной вперед. Осторожно, смотрите под ноги. Двигайте. Стоп. Первый уровень завершен. До следующего уровня осталось недолго. Спектакль, насколько я знаю, в Петербурге уже не идет. Но «Ремоут Москва», проект он летом идет, в летний сезон. Я не знаю, будут еще в этом спектакле, в этом сезоне показы. Но вообще его можно увидеть в Москве, «Ремоут Москва». Федор Елючин, продюсерская компания «Федор Елючин» уже несколько лет это делает. Это совершенно уникальный опыт, который, мне кажется, можно получить. Действительно, когда вот этот непосредственный опыт, и, как вы понимаете, очень мистериальный средневековый опыт внедрения в реальную жизнь, город остается городом. Не перекрываются улицы. Город живет своей жизнью. Тем не менее, в нем он становится, вот как у Брейгеля, живя своей жизнью, как у него в несении креста они ходят, а тут Христос несет крест. Вот ровно похожая вещь происходит здесь, когда и ты являешься как бы горожанином, ты являешься в то же время и зрителем, и актером, и это происходит в пространстве реального города. Сам Шефен Кеги, я, собственно, автор этого спектакля, вот он буквально, чтобы удостоверили, что я не придумываю, я обещал цитаты, вот его цитата. Он говорит, что мне кажется, что время, в котором мы живем, мы очень много получаем именно через чувственное восприятие. И театр — это очень хорошая вещь в этом смысле. Он включает в себя это чувственное восприятие. И я не думаю, что из-за того, что 400 лет назад театр принял форму того, что происходит как бы там вдалеке, эта живость момента не может быть привнесена на другой уровень. Например, в средние века театр был чем-то похожим на проект «Ремонт». Это были своего рода прогулки по деревням и городам. И мне кажется, что мы со своей формой театра намного ближе к тому театру, что был раньше, чем, например, к театру бректовского типа. И вот он, собственно, говорит как раз, мне кажется, очень конкретно, вот дословно просто, что он осознанно эти механизмы использует. И это, конечно, расширение опыта сознания того, чем может быть театр. И в частности, как он может быть связан с пространством твоей реальной жизнью. Делать тебя, собственно, каждого из нас делать. Ведь актер — это актор. Эктор — это действующий. Это человек, который действует. Вообще-то. Эктор на английском. И вот этим самым эктором в пространстве жизни ты становишься в этих проектах. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот еще пара проектов этой компании. Они можно подробно посмотреть на сайте компании «Римни Протокол». У них, кстати, в отличие от многих театральных деятелей, очень открытая политика. И на сайте компании «Римни Протокол», там точка.де, вы можете найти и видеофрагменты, и записи целых спектаклей, и очень много интервью создателей. То есть, действительно, если вас заинтересует эта компания «Римни Протокол», вы можете в онлайне получить их политику очень открытая с точки зрения получения представления об их проектах. Это очень информативная история, очень намного выставляющая задуматься, пережить какой-то опыт даже в онлайн-формате. Сегодня это особенно актуально. Вот их проект «Ситуэйшн Румс». Этот проект связан с… Он тоже был в Москве несколько лет назад на гастролях. Но, к сожалению, только одноразовая такая была история. Там 20 зрителей, каждому из которых выдается планшет на входе. Мы входим с 20 сторон в комнату, ну, в такой павильон, специально построенный лабиринт. Это история, связанная с торговлей оружием, с торговлей оружием сегодня, в 2021 году. И суть в том, что если мы правильно… И там в наушниках у нас история, которая скажет конкретный человек. И я как бы, если я… Вы видите на этом слайде. Если я правильно держу планшет и следую там всем движениям, но это такая, конечно, компьютерная игру напоминает, то вы видите, что кусок реальности на моем планшете, он точно совпадает с куском реальности в этом павильоне. Я как бы непосредственно оказываюсь на месте действия этого человека. И давайте посмотрим видеоролик, где, собственно, это показано, как это происходит в проекте Situation Rooms. Мы, если мы следуем этой инструкции, то мы оказываемся в десяти ролях за спектакль, военного фотографа, хакера, да, самых разных. И, может быть, чуть тише звук видео можно сделать, чтобы я буду говорить параллельно, если это возможно. Мы непосредственно оказываемся вот этими самыми акторами, и мы оказываемся непосредственными участниками этих историй. Мало того, ты почувствуешь свою такую серьезную ответственность, потому что, грубо говоря, история же связана не обязательно с одним человеком, история связана с двумя, с тремя, с четырьмя людьми. Если один из вас не точно сделает инструкцию, вы не попадете в ту точку, где вы должны быть, чтобы сделать в данный момент действие, которое совпадет с действием другого человека, и он не получит этого опыта. Вот вы видите, мы там по двое, по трое встречаемся, и мы действительно как бы непосредственно своей кожей, своей кровью, своим ощущениям, своим существованием проходим и оказываемся в ситуациях, связанных с, как бы написано, увидеть их мир своими глазами. Мы оказываемся непосредственно вот в их позициях, проходим их историки. Это тоже очень, на мой взгляд, интересный опыт. И вот на самом деле я, например, столкнулся, и потом я слушал интервью с раздателей спектакля, они сказали, что действительно это, они тоже эту проблему знают, потому что вопрос о симутанности. Вот там был, а ты одновременно слушаешь историю, одновременно ходишь с планшетом, тебе надо точно перемещаться, тебе надо еще слушать историю, делать действия, смотреть за планшетом. И я, например, себя поймал, что я начинаю слуховую историю, она у меня уходит, я ее не воспринимаю, потому что мне, дай бог, поразобраться, как следует за планшетом, как попадать в эту точку, как успевать, у меня звуковое восприятие уходит. И вот интересно, они сказали, что они в разных городах, в разных странах играют эту историю, представляют ее. И они сказали, что молодое поколение, вот относительно меня уже молодое, ну, 35, там, да, 20-летние, они спокойно с этим справляются. Им такая симультарность источников, звук, визуальная картинка на планшете, реальность, им три источника совершенно спокойно даются. А вот там уже среднего поколения, им не дается это. Им надо прийти второй, третий раз, чтобы несколько источников информации как бы одновременно увязывать в своем восприятии. Но по их наблюдениям, вот как раз для этого сегодняшнего 20-летнего человека это проблемой не является. Он спокойно это между собой соединяет. Следующий слайд, пожалуйста. И вот этот проект Situation Rules, если видеть, что он тоже с точки несимультанности, с точки зрения вот этого путешествия по пространству, на мой взгляд, он связан с мистерией. И он является, на мой взгляд, еще и такой тоже, если вы понимаете, как раз мы говорим, он является, ну понимаете, конечно, он является действительно системой исследования вообще нашего сегодняшнего восприятия мира. Того, какими способами мы, как мы сейчас, как бы, да, как мы, вот эта реальность, как бы недостроенная, в которую мы попадаем, да, как мы в ней себя ощущаем. И он вообще предлагает, на мой взгляд, мне, например, предложил действительно задуматься за счет этой своей формы. Он, в общем, о моем восприятии, о моем коннекте, о моем контакте с действительностью. Потому что есть такая красивая фраза режиссера драматурга, театра вообще ведущего драматурга, 21 век на русском языке Ивана Санчева-Рыпаева, Ивана Рыпаева, который говорит о том, что, ну, современном искусстве делает способ контакта. Не тема, можно про наркотики, про полицейских, про что угодно, но играя там в классическом занавесе. Это не будет, на классическом, это не будет современный театр. Ну, это я цитирую Ивана Рыпаева, он говорит, что современность – это способ контакта, это обретение вот сегодняшнего способа контакта с аудиторией. И вот сегодняшний контакт – это и есть современность. И вот, например, вот этот спектакль, например, Situation Rooms, он совершенно точно для меня о способе контакта и о том, анализирующем мой сегодняшний способ контакта с действительной жизнью, в которой я живу, предлагающий мне его как бы образно-художественно пережить и как бы осознать, вывести в сферу осознания, ну, для меня. И я замечу, что чтобы мне, современнику 21 века, порефлексировать над способами контакта с действительностью моего сегодняшнего, нужен, и вот это, как мне кажется, важное понимание. Нужен средневековый театральный, мистериальный инструмент, который оказывается востребованным. Вот прошло 500 лет, и есть какие-то вот эти, да, все новое, хорошо забытое, старое, да. Можно так эту идею моей лекции очень просто выразить. Вдруг эти механизмы окажутся востребованными. Следующий слайд, пожалуйста. А потом, может быть, классический театр будет востребован. И ничего страшного, и отлично, и отлично. У европейской культуры есть инструменты самые разные. Их не один, и не два, и у мировой культуры, и не пять. Их десятки. И вот она очень многообразна. Вообще культура – это многообразное древо, имеющее очень много ключей, да, которые мы вот, ну, можем на самом деле использовать. Еще один проект «Веременный протокол», называется он «Пьесы без людей». Давайте мы включим сразу видео этого проекта. Я уже чуть-чуть быстрее буду говорить. Я думаю, что основной тезис, надеюсь, произошел. Это проект более поздний, уже 17-го года. Проект, связанный с тем, что мы тоже путешествуем по комнатам. И это комнаты людей... Это комнаты, мы ходим по комнату людей, которые уже умерли, которые уже... Эта история записана по данным поводам. Мы смотрим их фотографии, видео-средства их жизни. На этом материале этого спектакля искали довольно много лет, потому что это люди, которых уже нет в живых. Это люди, которые мы в процессе понимаем, что это пьесы без людей. Потому что мы попадаем в пространство жизни, в пространство мечты, в пространство домашних видео, в пространство... Ну вот, просто кусочка жизни. Та у человека, который на данный момент уже из жизни ушел. Или по причине возраста, или там по причине свертельной болезни. Мы не сразу это понимаем, но в какой-то момент спектакль мы понимаем, что... Ну, в общем, театр нам дает... Этот спектакль дает оказаться нам... Представляете себе, ну, благодаря сегодняшним тоже видео и технологиям, в общем, воссоздать жизнь людей, воссоздать жизненные пространства людей, которых уже не существует. И они вот существуют только сейчас, в момент контакта с нами, в момент нашего восприятия, в нашем восприятии, в нашем сознании они становятся существующими. И сегодняшние все технологии, они позволяют очень мощным сделать этот эффект в присутствии. И мне кажется, что еще вот... Важно, что делает проект «Римни протокол». Они предлагают театральному зрителю из потребителя, мы приходим там в театр классический, но не все далеко работают, да, в нем. Это такое употребление. Можно съесть мягкое кресло, взять там... Ну, это не кино, там, может, не попкорн, ну, и как бы расслабиться, да. Можно быть потребителем продукта. Поют песенки, я в мягком кресле потребляю. Понятно, что любой проект «Римни протокол» предлагает вам работу, предлагает вам вступить в живое отношение, предлагает вам почувствовать проходимость до границы жизни, границы театра. И предлагает вам занять не позицию потребления, а позицию соучастия, а позицию отношения, а позицию активного действия и активной включенности в действие. И мне кажется, это очень важно. Ну, вообще, с точки зрения того, как работа искусства, особенно в сегодняшнем таком, когда действительно искусство и культура часто приравниваются к потребительским вещам. Можно обратно в презентацию, да, вернуться. И еще об одном проекте, буквально два слова я скажу. Это проект, следующий слайд, пожалуйста, и прямо даже следующий, и еще сразу следующий. Это проект 100%, это проект более ранний проект «Римни протокола», проект, связанный с немножко другой ситуацией по принципу. Она стоит в том, что вы видите, он тоже есть там 100% в Воронеже, Амстердам, Нью-Йорк и так далее. На сцене собираются 100 разных человек. Это сотня. Она, вот видите, сверху не случайно снимается таким кругом, снимается как диаграмма. И это реальность 100 жителей этого города, которые собой представляют статистическую выборку. Это сотня. Это, если, допустим, в городе 60% женщин, 40% мужчин, здесь будет 60 женщин, 40% мужчин. Если при этом в городе 37% разведенных, там, я не знаю, 25 семейных, а остальные одинокие, тут так будет соотноситься. Это будет по националистам, по проживанию в разных районах, по возрастным группам. Это будет идеально, это статистическая сотня. И эти реальные горожане на сцене, и мы тоже, вот да, в мистерии играли, профессиональные актеры, мы видим вдруг ожившую социологию города, социологию города, ставшую живой. Вот этот город, эти все цифры статистические, они становятся предметом театра. Давайте посмотрим с вами ролик об этом спектакле, как он в Риге игрался. Новостной сюжет, там, собственно, будет комментарий, комментарий о том, как это происходит. В сцене сразу 100 актеров, 100. И кажется, для театра это перебор. Но группа «Римени Протокол» уже 15 лет только занимается тем, что ломает стереотипы. Переходят и собирают людей, просто незнакомых сами. Мне кажется, это просто уникально. «Римени Протокол» – содружество трех немецких режиссеров, для которых на самом деле весь мир театр. В их спектаклях все по-настоящему. Режиссер лишь организует форму, а содержанием его наполняют обычные люди с улицы, играют самих себя. На сцену они переносят часть своей жизни, свои эмоции. Театр становится документом, а каждая постановка – событием года. Даниэл Вецель, один из немецкой троицы, в этом году заскочил в Ригу. Я знаю, что это звучит глупо, но это правда. Каждый город уникален. Если бы вы позвали в одну комнату людей из разных городов, где мы работали, то я бы смог, скорее всего, определить, откуда они. Есть что-то такое, что придает людям городскую форму. Но что именно, сложно описать. Ты должен быть из Риги, и ты должен быть из Виэна. Описывать свою Ригу будут сами рижане, тех, кого пригласили для участия в проекте «100% Рига». Это такая реальная игра в статистику. Здесь точные рижские пропорции мужчин и женщин, взрослых и детей, богатых и бедных, старожилов и понаехавших. Сколько нас, какие мы, какие национальности живут в Риге, чем занимаемся. Это одна сторона. Когда я смотрю здесь на сцене этих людей, я вижу, в принципе, они счастливые, они активные. Мне очень нравится участвовать в этом проекте. Когда ты умрешь, это стоит время. Конечно, на сайте маяк, это голая меня. Рижская особенность. Режиссер дает команды на английском, их переводит на латышский и русский. В остальном, сценарий общий. Риме не протокол, свои 100% обкатали уже в двух десятках городов мира. В Риге будут так же, как в Берлине, отвечать на вопросы, как в Копенгадене играть в цифры, как в Париже описывать свои будни, танцевать, как в Мельбурне, голосовать фонариками, как в Дрездене. В темноте обсуждают самые интимные подробности. Кто изменял, кто уклонялся от налогов. В Карлс-Руис спросили, кто считает, что он умрет через 10 лет, а через 30, а через 120. 100% это в том числе история о людях, которые 100% уйдут в иной мир. Значит, надо ловить момент сейчас, успеть оглянуться. Приведом это видео. Он снимает абсолютно все стереотипы. Можно подробнее посмотреть. Вернемся обратно к презентации. И в следующий слайд переключим. Там интересные происходят эффекты. Например, то есть выясняется, там минут ми, на прошлом слайде было, я, не я. Там, во-первых, выясняется, люди делятся на группу, во мнении, там, за смертную казнь или против. Там, например, там, или я совершал преступление и совершал. И очень интересный эффект для меня был, например, ты выясняешь, во-первых, что это ни одного вопроса, даже кажешься нам однозначным, по которому нет одного, по которому есть одно мнение. Всегда есть две точки зрения. Всегда. И с другой стороны, есть вторая история, ты никогда не одинок. Там по самым таким экстремальным вещам было хотя бы, там, люди, два человека, которые выходили на эту позицию. Да, ты никогда не одинок. Всегда есть кто, который задает твою позицию. И мне кажется, это очень важный такой эффект, который производит этот спектакль. Эффект с нашей жизнью, через театр, с нашей непосредственной жизнью, да, с нашим ощущением. Иногда абсолютной правоты своей, иногда такого одиночества, да. И вот действительно, финал этого спектакля, не только в Карлс-Руе, а в любом городе. Единственный вопрос, на который все 100 человек выходят на сцену, это задает вопрос. Выйти на сцену. Кто умрел через 10 лет? А теперь кто через 20? А теперь кто через 30? А теперь подобавайте к ним кто через 40? Через 50, через 60, через 70, через 80, через 90 и на сцене оказываются все 100 человек. Единственное, на чем мы все сходимся, единственное, в чем мы едины все, это, что мы все смертны. И это, в общем, такой катаристический момент этого спектакля, потому что ты понимаешь, что, ну, вот эта хрупкость нашей жизни, как бы это то, что нас объединяет. В общем, то, что мы здесь временные, то, что все мы так или иначе покинем эту планету. И, в общем, ну, какая-то ценность существование каждого из нас, она и всех нас вместе, вот это самое главное, что есть, что вообще-то мы все хрупкие очень на этом шарике, на этой планете. И почувствовать это вот тоже здесь становится возможно, на мой взгляд, благодаря, в общем, тому, что связано с Средневековым мистериям, тому, что сами авторы этого проекта говорят о своем театре так. Нам кажется, было такое время, когда важно людям было сказать, все то, что я делаю, это искусство, я должно восхищать. Но нам кажется, что интереснее, когда искусство, настройки становятся близко к жизни, что ты действительно перестаешь видеть разницу. Где искусство, а где жизнь? Эти слова, это, конечно, абсолютно слова средневекового мистериального человека. Я думаю, это понятная история. Еще один опыт, следующее видео, включите, пожалуйста, и сразу, может быть, с таким тихим звуком, такой экстремальный давный опыт, который был проведен в Эстонии несколько лет назад. Вот этот человек, Тито Ясо, это не он, это ведущий, сейчас человек, это поеду чуть позже, Тито Ясо, по-моему, его зовут, если я не путаю, за этот пример тоже спасибо Борису Павловичу. Когда были партийные президентские выборы в Эстонии, я сейчас, да, он объявил, что он баллотируется на эти выборы и, в общем, призывает туда интеллигентскую публику, интеллигентских, как бы, интеллигентов страны призывает на, в эту партию, и они проводили, они проводили в съезды, очень много людей вместе записались, и постепенно они там очень националистические такие лозунги внедрали, там, единая Эстония, 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 особого эстонского народа, чистота эстонского народа, но они-то мягче говорили, но действительно они объявились на таком довольно националистском эстонском духе. Очень большую группу людей за несколько месяцев собрали, и, как бы, действительно, эти люди голосовали, да, голосовали за эту партию, и, в общем, голосовали за него, как за президента, готовы были голосовать. И вот, сейчас, вот этот такой уже большой в Таллине съезд этой партии, реальной партии, со всеми документами, и вот сейчас он объявляет этого театрального режиссера Сито Яшо, сейчас может и громче сделать звук. Но вы видите, конечно, здесь такая цитата нацистских вещей, да, взятых, осознанных, перенесенных, как бы, из точки зрения миторики, из точки зрения приемов, и вот он, вот он сейчас ведущийся объявляет, что ждем появится их лидер, да, сейчас появится вот этот новый, новый, ну, теперь мы все единое целое, вот нагнетается эта атмосфера, еще раз, это как не спектакль, это люди не взят, это люди на смене, действительно, партии, которые действительно готовы голосовать реально за этого человека, как за президента, за его программу, люди, представляющие собой такую интеллигентную величину, использую, вот их огромный, огромный стартовый зал, и вот, еще раз, это не потому, это люди, как бы, реально на самом-то партии находятся, вот они приселят, и вот появляются эти сладки, появляются знамена, и за этими знаменами вот стоют, люди, приконтовывают, аплодируют, очень сильно переживают чувства, и, собственно, появляется этот самый Тито Яша, этот самый лидер нации, который, вот он идет, которого и приветствуют все эти зрители. Мы можем чуть тише сделать звук, продолжим это видео. Собственно, ну, вскоре после этого съезда, насколько я помню, насколько я знаю, они объявили до выбора, за несколько дней, что все вот это было спектаклем, было театральной постановкой, то есть он, конечно, который хотел показать, как легко мы управляемся сегодня, и как мы можем, в общем, действительно быть поменны на такую довольно агрессивную националистскую идеологию, такую довольно как бы опасную, да, как управляются эти массы, и как, в общем, люди с образованием, с интеллигентными, как они постепенно могут совершенно войти в войти в это, войти в это, там было, в это движение, там был скандал, многие обидели, в случае на него, потому что скажут, что ну такое нельзя делать, как бы, да, и в общем, это не очень корректно, но вот это такой, как бы, тотальный опыт, как вы понимаете, тут вообще, то есть людям не объявлялось, что они будут участниками спектакля, люди реально, как бы, прожили все, как события в собственной жизни, и сказали, ребят, ну вообще это все был спектакль, просто чтобы вы, чтобы с вами это действительно произошло, чтобы вы ощутили это как событие, мы не должны были вам об этом говорить, да, вы узнали об этом сейчас, когда, как бы, занавес закрывается, метафорическая спектакль заканчивается, этот спектакль назывался He Comes, он приходит, и вот это такой, уже тотальный, крайний опыт, мне кажется, и опять же, как вы видите, ну как бы заставляющий, мягко говоря, задуматься кое о чем, и связанный, с традициями, опять же, средневекового театра, и того, вот этого, на мой взгляд, мистериального, и вот этого разделения, вообще почти вот это уже здесь, вообще мы, да, узнаем, что это спектакль, только когда он закончился. можно переключить презентацию, включить слайд, собственно, завершающий, хотя будет, я знаю, что мы уже поздно засиделись, но будет еще одно видео, последнее, которым я завершу, в качестве эпилога. Мне, надеюсь, удалось сегодня поговорить, мне хотелось вам показать, что, ну, вот, собственно, то, что я заявлял, что то, что называется традицией, очень многообразно, оно отнюдь не однозначно и рамочно, и в традиции культуры есть очень много разных механизмов, и эти механизмы, в общем, связаны с человеком, связаны с тем, что искусство, это все-таки изучение человека, изучение мира вокруг него, изучение, познание себя и познание мира, познание способов своих контактов, действительно, выведение их в сферу осознанности, этих способов контакта, и именно поиск этого контакта в той реальности, в которой мы действительно существуем, да, и является предметом театра и искусства вообще, и на сопоставлении средневековых театральных традиций и сегодняшних реалий, мне кажется, это очень зримо и наглядно, и это можно действительно пережить, почувствовать и почувствовать, вот это, знаете, как бы новую жизнь традиции или о том, что, в общем, все, вот это, конечно, вся культура очень связана друг с другом, это такой связанный вот клубок, шар наматывающийся, в котором есть очень много нитей в традициях как раз для осмысления самых актуальных сегодняшних событий и проблем нашего с вами бытия, и завершить я хотел бы фрагментом из спектакля Ивана Александровича Урапаева «Уфо». Это, правда, не запись самого спектакля, это запись с такой видеоконференции, где он читает финальный фрагмент этого, этой пьесы, но для этого мне нужно рассказать, что же там происходит в этой пьесе, кто не знает. В этой пьесе, когда Иван ее сам играл, особенно в театре «Практика», выходит Иван и говорит вначале, что он как-то решил снять фильм о историях, о том, художественный фильм, как люди встречались с НЛО, с неопознанными летающими объектами, и контакт с НЛО имели, который как-то расширил их опыт. Иван попросил деньги у своего друга, директора нефтяной компании, проехал по всему миру, собрал эту историю, он сам это рассказывает, пока люди собираются, пока пробки в Москве, он говорит, я вам расскажу, чем суть дела. Он говорит, я потратил деньги, проехал по всему миру, но потом решил, что фильм снимать не получится у меня, все так за ним, что ухмыляются, потому что весь мир там проехал, говорит, ну, что же пропадать с ним историю, я решил просто прочесть эти 10 историй о контакте людей с неземными цивилизациями. Дальше он просто один на сцене читает эти истории записанные, он говорит, это в Иллинойсе, это в Южной Америке, это в Австралии, это там в Канаде, это в Европе. И истории людей, которые рассказывают не о жилёных человечках, о каких-то моментах, когда они, ну, как им кажется, это было НЛО, иной разум, но они что-то поняли, ну, в них как бы что-то произошло с их миропониманием. И вот он здесь истории читает, после чего финал этого спектакля, это одиннадцатый такой монолог, монолог, который, это монолог, ну, как бы текст, который, как он говорит, он записал вот у этого друга своего, директора нефтяной компании, который спонсировал этот спектакль. Вот давайте этот финальный монолог и послушаем. Виктор Изенгевич, я председатель совета директоров российской нефтяной компании Салихард Групп. Мне 36 лет, я занимаюсь не только нефтяным бизнесом, но у меня ещё есть несколько книжных издательств, а также я член корреспондент Академии наук и профессор кафедры экономики и права в Московском государственном университете. В общем-то, говоря, это не суть важна, так что давайте сразу перейдём к делу. Несколько лет назад ко мне пришёл режиссёр Иван Вырыпаев, он пришёл ко мне с идеей снять фильм о людях, которые имели контакты с инопланетянами. 14 человек из разных стран мира, от Австралии до США, готовы были рассказать о своём опыте общения с внеземной цивилизацией. Разумеется, Ваня пришёл ко мне попросить у меня денег на фильм. Мне эта идея показалась очень интересной, и я был готов дать ему эти деньги, да и бюджет там был совсем какой-то небольшой, полтора, два миллиона долларов, что-то такое. В общем, я готов был дать ему эти деньги, ну, разумеется, не просто дать, а инвестировать в этот фильм. Ну, что люди не сумасшедшие рассказывают об своём опыте. И мне показалось это интересным. Я сказал Ване, Но понимаете, в чём дело? Очень быстро выяснилось, что на самом деле этих людей в реальности не существует, что Ваня просто всех их выдумал, что он сам написал все эти монологи. Ну, и сами понимаете, это ведь совсем другое дело. Это уже никакого отношения к реальности не имеет. И тогда я ему сказал, что извини, Ваня, но ты мне предлагаешь совсем другой проект, таких людей нет. Я говорю, я не понимаю, в чём тогда суть этого фильма, если это интервью с людьми, которые ты сам выдумал. И знаете, что он мне ответил? Он мне сказал, а какая разница, были эти люди реально или нет? Главное ведь не в том, было ли какое-нибудь событие в истории или нет, а главное в том, какой смысл это событие в себе несёт и какой эффект оно производит на того, кто его воспринимает. Так он мне ответил. Ну и я помню, что на меня тогда этот его ответ не произвёл никакого впечатления, а потом я стал думать над этим, и я вдруг стал применять это его высказывание к разным известным историческим и мифологическим фактам. Например, а какая разница, ходил ли Иисус Христос по воде или нет, когда главное в этой истории тот глубокий смысл, который за этим стоит? Или, а какая разница, как Иисус накормил пятью хлебами и семью рыбами несколько тысяч человек, был ли это какой-то фокус или просто метафора, а какая разница? Главное то, что с нами происходит, когда мы воспринимаем ту или иную историю, это и есть реальность. Никакой другой реальности, кроме нашего восприятия, нет и быть не может, потому что мы никогда не сможем узнать, ходил ли Иисус по воде или родила ли Дева Мария без связи с мужчиной, а только от Святого Духа. Это недоказуемо, а значит, мы имеем только то, о чём мы слышим, и нет никакого смысла подвергать это сомнению с точки зрения так называемой реальной логики, потому что никакой реальной логики не существует. И главное во всех этих событиях не их историческая достоверность, а та энергия, которая возникает, когда мы соприкасаемся с той или иной историей. И вот я тогда подумал, что каким бы могло быть наполненным и глубоким современное искусство, если бы те, кто его создаёт, понимали бы то, о чём я сейчас говорю. А я, поверьте, говорю, всё это не по своей собственной воле, а по воле автора, потому что я тоже нереальный человек, а всего лишь персонаж пьесы. Нет такого русского бизнесмена Виктора Резингевича, это выдуманное имя и фамилия. И нефтяной компании Салихаргрупп тоже нету, нет её в России, нет её нигде, кроме как в этой пьесе, потому что я ведь тоже нереальный человек, а просто персонаж. Перед вами персонаж, и я говорю сейчас не своими словами, а словами автора. Но ведь и слова автора, это тоже, это ведь есть мои слова, потому что без автора меня ведь не существует. Я персонаж, и моя реальность, это пьеса, герой, которой я являюсь. Ну, правда, здесь ещё есть актёр, который вот сейчас в эту самую минуту исполняет эту роль. А здесь ещё есть актёр, это его голос, вы сейчас слышите, а не голос Виктора Резингевича, которого на самом деле нет. Но с другой стороны, ведь и актёр, он тоже говорит не своими словами, он сейчас тоже выполняет волю автора, так что и актёр как бы тоже не до конца является собой. Так что все мы здесь выполняем волю автора, если уж на то пошло. Но ведь и сам автор, раз уж мы теперь о нём заговорили, он тоже является персонажем этой пьесы, потому что если я персонаж пьесы рассказываю о своём встрече с автором, то и автор тоже является художественной линией спектакля, значит, он тоже персонаж этой пьесы, такой же, как и я. Но ведь и зрители, которые сейчас в данную минуту смотрят этот спектакль, они ведь тоже принимают непосредственное участие в том, что здесь сейчас происходит. Потому что всё, что здесь сейчас происходит, не смогло бы происходить, если бы не было зрителей. А значит, и зрители также являются художественным, частью художественного произведения. Поэтому я думаю, что на самом деле нам не стоит тратить время на то, чтобы выяснять, что в этом мире действительно реально, а что нет. Главное, что мы должны понимать, что реальность есть и реальность одна. И вот сейчас я вам покажу, что во всей этой истории является по-настоящему реальным. А вот что. Спасибо. Вот так. Когда в ряне Киван Телл живую так закрывал. Всем хорошего дня. И можно вернуться в презентацию. На последний слайд закрывал книжечку и улыбался, и понимал, что реальность-то это то, что произошло сейчас в нашей собственной жизни. И с первой секунды это было спектакль. С той секунды, когда он начал говорить о бизнесмене, о своём замысле. И именно это обеспечило то, что, собственно, этот самый контакт и изменение в нашей собственной жизни действительно произошло. Я надеюсь, что сегодня, может быть, оно произошло смею надеяться и у нас с вами в этом разговоре, и о том, что контакт с искусством театра и у нас друг с другом, ну и, в общем, с нашей собственной жизнью, что мне представляет, самым главным, состоялся. И в этом было моё желание и надежда, что это произойдёт. Призываю смотреть современный театр, призываю ходить в него, не бояться его, потому что мне кажется, что понимание современной жизни это то, что можно действительно обрести в сложных, не таких простых, но очень глубоких и содержательных опытах современного театра. Спасибо вам большое за то, что были зрителями и слушателями это лик.